Теперь я вам расскажу про постмодернизм и его религиозные смыслы. Что такое постмодернизм? Постмодернизм, по своей сути, представляет высмеивание модернизма. Что такое модернизм? Не как направление в искусстве, а как общее направление. Модернизм – это концепция, давлевшая в XIX и начале XX века, которая говорила, что прогресс идет семимильными шагами. Прогресс скоро решит все наши проблемы. Скоро человечество вступит в новый золотой век. И мы уже изобрели электричество, и мы уже изобрели самолеты, и мы уже изобрели автомобили. Ну хорошо, начале XX века. И поэтому все скоро будет очень хорошо. И все будет замечательно. И вообще мир приходит к своему новому золотому веку. Это говорил модерн. Тут самый разгар этого модерна. Началась первая мировая война, а потом вторая мировая война. На которой выяснилось, что все люди этого золотого века, который должны быть, как там были зверями, так и остались. Что они готовы убивать себе подобных количеств миллионов. Что никакого такого кардинального пересмотра человека не произошло. И все надежды, что все скоро будет новый золотой век, все улетучились. И когда эти надежды улетучились, то в Европе возгладало критическое отношение к предыдущему умилению прогрессом. И поэтому наступил постмодерн, который стал все это высмеивать и говорить, да вообще все это чепуха, да вообще всего этого ничего нет. И никакой исторической преемственности такой нет. Никакого прогресса в мире нет. А ты, в общем, слушай собственные ощущения. И единственное, что есть в мире, это сила твоих ощущений. То есть это нектое... Если в свое время, скажем, ювистенциализм пытался сказать, что святое это ощущение и свои эмоции, то постмодерн сказал, что ничего святого нет вообще. И все абсолютно высмеивал. Всю прежнюю традицию. Я когда, это как бы стал, липсал главу по Шерке про религиозный смысл постмодернизма, о котором я сейчас расскажу, я придумал такую концепцию, которую я написал в книжке, о двух традициях в западной культуре. В западной культуре, насколько я понимаю, есть две важнейшие традиции. Первая традиция – это традиция христианская. Она началась в эпоху распада античности. И она является первой, как бы, традицией, создавшей западную европейскую цивилизацию. Со всеми ее христианскими элементами. Теперь, вторая традиция Запада – это традиция прогресса. Она возникла во время Возрождения, то есть в эпоху распада Средневековья. И эта традиция, которая через просвещение привела к модерну, привела к социализму, коммунизму и к надеждам на близкий золотой век. Теперь, вот эти две традиции в Западе, а не одна, не одна традиция, а две традиции, тем самым возможны после этого четыре позиции. Позиция «мы стоим на христианской традиции и отрицаем прогрессивистскую традицию» – это позиция архаики, архаизации общества. Она говорит, что все это прогресс, это все эфемерно, а центром является религиозная христианская традиция. Такие люди есть и в иудаизме, ну, так сказать, еврейской традиции, а не христианской, но в самой их западном обществе это, условно говоря, такие самые, как сказать, я не знаю, насколько это распространено в западном мире, но, наверное, какие-то отдельные группы такие есть. Теперь, это те, кто за христианскую традицию, против прогрессивистской традиции. Теперь, стоянники наоборот, прогрессивистские традиции против христианской традиции – это наивные прогрессивисты, которые доминировали в XIX веке, которых разрушил постмодерн, но они сегодня снова есть. Это, например, активные атеисты, воинствующие атеисты. Ровно эту линию представляют. Теперь, те, кто соединяет обе традиции – это аддоксальная модернизация. Например, мы. Потому что мы не хотим сказать, что мы за одну из традиций против другой. Наоборот, мы считаем, что эти традиции могут быть соединены. Теперь, те, кто против обеих традиций – это постмодерн. Постмодерн выкидывает само понятие о традиции. Постмодерн… Что такое традиция? Традиция всегда говорит – вот это хорошо, а это плохо. Традиция устанавливает некоторые внешние рамки, которые мы наследуем в ходе цивилизации. Откуда ты знаешь, что это хорошо, а это плохо? Так говорит традиция, которой я принадлежу. Это основа основ всякой традиции. Это ее сущность. Теперь, постмодерн говорит – нет ничего правильного, нет ничего неправильного, нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Все относительно. Релитивизм. Релитивизм полный, естественно, да? Теперь, надо сказать, что в современном, как мне кажется, в современной Америке как раз прогрессивистская традиция теснит постмодерн. Потому что она опять устанавливает – вот это хорошо, а это плохо. Мы наследники прогресса. Такое у меня впечатление. Это тонкий вопрос, не имею на него ответа. Тем не менее, основным… что? Не уверен, не уверен тоже. Но основным в постмодерне является высмеивание всякой схемы, которая пришла сказать – это хорошо, а это плохо. Третий, извините. Значит, постмодернизм чрезвычайно широко распространен. Поэтому вопрос о том, какой религиозный смысл у постмодернизма, и что мы можем для себя из этого взять. Значит, Шерти предлагает очень нетривиальную религиозную концепцию источника постмодернизма. Теперь, он основывается на… Ну, не то, что основывается, я неправильно сказал. Он, в качестве одного из примеров, как с этим работать, приводит замечательный отрывок из Рабина Ахмана. Рабина Ахман говорит так, что когда создается мир, как мы все помним, в Кабале Аризаля, то сначала есть цинцун, то есть самосокращение энцов, бесконечного божественного света, краям, чтобы составить пустое пространство. Но, еще раз, еще раз, еще раз, начальной стадии сотворения мира по Кабале Аризаля, она же лурианская Кабала, является акт действия, которое называется цинцун. Цинцун. Буквально, самосокращение. Цинцун состоит в том, что бесконечный божественный свет, который называется Ор-Эйнсов, выделяет внутри себя пустое место. Это выделение пустое место состоит в том, что от начальной центральной точки Ор-Эйнсов раздвигается к краям, образуя внутри себя пустое пространство. То есть, пока есть бесконечный божественный свет, нет места ни для кого другого. Чтобы было место для другого, нужно освободить ему пустое пространство. И внутри этого пустого пространства создаются миры. Это как бы классика Ризаля. Теперь, Рабин Ахман подчеркивает такой аспект, что когда внутри пустое пространство создаются миры, то остается зазор между мирами и бесконечным божественным светом. А этот зазор – это как бы пустое пространство вокруг миров. То есть, окончательная картина выглядит так. Бесконечный божественный свет расступился, создав пустое пространство. В середине этого пустое пространства созданы миры, и физические, и духовные. Но дальше есть все пустое пространство – зазор между этими мирами и бесконечным божественным светом. Миры не соединяются с божественным светом напрямую. Да, миры не контактируют с божественным светом напрямую, а есть это зазор пустого пространства. Опять-таки, зазор – это мы говорим в геометрических понятиях, а в языке кабалы все, что создавалось, продолжает существовать, даже если создалось иное на его месте. Поэтому, хотя в пустом пространстве создались миры, осталось пустое пространство, а внутри них миры. Понятно. Просто геометрически это лучше выглядит, как зазор. Но, что это? Дальше, это как бы классика. Здесь нет ничего нового в Рабинахмане. Но Рабинахман добавляет такую замечательную вещь. Он говорит, что в мирах, внутри миров, есть сломанные сосуды, да, есть Святки Рим, изломка сосудов. И поэтому внутри миров есть сломанные сосуды. Как мы знаем, есть дальше починка сломанных сосудов. Это уже детали. Но представление, если бы нам дальше просто пойти, представление о разбитых сосудах, это процесс спускания любой божественного света вниз. При спуске божественного света вниз он не может сойти вниз в мир, потому что сосуды нижнего мира не удержат свет, который наверху. Поэтому при процессе спускания вниз любого божественного света он разбивается. Символом чего является разбитие первых скрижалей, когда Моисей их приносит. Первые скрижали совершенно божественные. Они написаны на божественном материале. Бог сам сделал скрижали, сам на них написал. Все божественное, письмена божественные, содержание божественное. Моисей несет их вниз, и они обязательно бьются. Потому что не может чисто божественное прийти вниз и не разбиться. Понятно. Это называется разбиение сосудов. Теперь в результате этого возникают куски сломанных сосудов. Филим, швурим, то есть разбитые сосуды. И дальше эти разбитые сосуды, они же иска, эти элементы, мы их склеиваем. Этот процесс называется тикун, исправление, починка. И вот тогда этот сосуд является одновременно и божественным, и человеческим. И с божественным материалом мы их склеили. И вот тогда он может существовать и будет работать внизу. Это одна из центральных идей Кабалы. Что божественный свет ломается при спускании, а мы должны его склеить. Сосуды. Можете ли вы вести какой-то пример склеиванного сосуда? Конечно. Любой пример склеиванного сосуда такой, что когда свыше чего-то приходит, то оно не получается. А дальше берем эти идеи и сами это все строим. Это просто основа основ всего. Самый классический пример, это, конечно, именно Адам в раю. То есть Адам помещен в рай, но удержаться в раю не может. Потому что я ему дан без его заслуг. И поэтому он на то время... То есть Адам в раю, здесь пример классический, именно Адам помещен в рай без своих заслуг, и поэтому он там не может удержаться, и обязательно оттуда вываливается, и все ломается, но потом чечество должно достигнуть этого же состояния, уже собственной работой, и это и есть склейка сосудов. Ну и все что угодно. Теперь, но возвращаясь к нашей теме, что Раби Нахман говорит? Он говорит, это все было предисловие, это просто Кабала Резаля, никакой не Раби Нахман. Теперь, Раби Нахман делает интереснейшую концепцию. Он говорит, кфера, то есть отрицание божественности, бывает двух видов. Те, которые исходят из разломанных сосудов, и те, которые исходят из пустого пространства. Мы сказали, что есть бесконечный божественный свет, дальше пустое пространство, зазор, дальше внутренний мир, внутри мира есть сломанные сосуды. Теперь, а есть и целые сосуды, а есть и исправленные сосуды, есть много разного. Теперь, те, у кого их мысль, их душа, их идеи приходят из сломанных сосудов, те будут говорить вещи, противоречащие коре, но логично и кусочно, связанные кусочно. А те, у кого душа, или мысль, или идеи приходят из пустого пространства, те будут говорить вещи, отрицающие все, все сосуды. Поэтому в жизни мы можем встретить два вида выступлений против религии. Выступлений, основу которых составляют сломанные сосуды, и выступлений, основу которых составляет пустое пространство. Интересно. Это не то, что это человек не имеет свободы выбора, который такое говорит. Просто в мире есть такие вопросы. Одни люди приклеиваются, другие не приклеиваются. Это твой выбор, чего выбирать. Но в мире существуют вопросы к религии. Иными словами, критика религии может происходить из двух разных позиций. Из позиции сломанных сосудов, и из позиции пустого пространства. Та критика, которая исходит из позиции сломанных сосудов, это конструктивные возражения против религии. То есть человек приходит тебе и говорит, в религии вот это и это не соответствует. Вот здесь так-то говорится, а я так принять не могу, я с этим не согласен. Давай пересмотрим, давай обсудим. Но тот, идея которого... Еще раз. Когда вопрос приходит из сломанных сосудов, это означает, что вопрос имеет свою логику. Человек в общем и целом согласен с некими моральными принципами, он согласен с некоторыми установками. Но он не согласен, как это преобразуется. Ну, простейший пример. Человек говорит, нехорошо людей убивать, я смотрю книгу Яшо, допустим, или заповедь Богу уничтожить семь народов. Я не могу согласиться с тем, где здесь мораль. То есть он признает мораль, он признает общие установки. Конкретный момент вызывает его возражение. Твой оппонент в Москве. Ну, не знаю. В общем, это один из вариантов. То есть есть конкретные вещи, которые он не согласен. С таким человеком можно сесть и логически обсудить, почему в книге Яшо это так, почему в древности Бог такое постановил. И с ним, в общем, можно более-менее прийти к соглашению и пониманию. И вполне можно объясниться. Потому что он, собственно, исходит из тех же самых сосудов, только они у него разбиты. Теперь, но те вопросы, которые приходят из пустого пространства, это вопросы, не имеющие ответов. Они состоят в издевательском смехе над любой религиозной позицией. Не в том дело, что он с тобой не согласен, что во времена Яшоа, где там оправдана эта жестокость, или она не оправдана. И как нужно было решить проблему мухонанских народов? Он вообще говорит, да ну это вообще все чушь. Но как ты можешь этого все придерживаться? Ведь всем понятно, что это смешно. Ну просто смешно придерживаться религиозных установок. Смешно верить в то, что Бог действительно сказал. Ну ты хочешь, ну верь, ну это вообще твое личное дело. Ну вообще все же просто всем ясно, что это все просто глупость. Это просто твои вкусы. Ну о вкусах не спорят. Ну хорошо, один любит салат, а другой любит мясо. Ну один верит в Бога, а другой не верит. Это просто все вкусовщина абсолютно.